МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что он универсал, он занимается темой авиации, экстремальной журналистикой, он был военным журналистом, он снимает фильмы обо всем, и самое главное, этот человек в предлагаемых обстоятельствах. Итак, может быть, вы для наших крымских коллег обрисуете, как я это сформулировала, жесткие законы медийной профессии. Что нас ждет в российском информационном пространстве? Ну, во-первых, здравствуйте, я благодарю вас за это приглашение в студию, потому что разговор о журналистике, в общем, он назрел давно, сегодня идет очень много споров. О том, существует профессия или не существует. Но вот вы уж обозначили, что крымский след в космосе, если бы не было Славы Голованова, если бы не было Губарева, то вряд ли кто-нибудь знал бы о том, что в Евпатории есть Центр управления полетами. Ну, мы-то знали, крымчане знали об этом. Но рассказывали об этом журналисты. И вот здесь как раз, если учесть 60-е годы, когда зарождалась вот такая космическая журналистика, ведь практически все было секретно. И надо было находить способ рассказать в условиях секретности о том, что происходит на самом деле. Мне кажется, вы его нашли. Ну, его нашел в первую очередь Слава Голованов, с которым мне довелось дружить уже в последние годы его жизни. Мы достаточно тесно пересекались, и потом темы пересекались. Если говорить вообще о журналистике, то я в первую очередь репортер. И надо сказать, вот на мой взгляд, при том, что я много лет просидел в кадре, я вел программу в Новосибирске, я вел «Вести 24», я вел программу «Мир на грани», вел программу новостей на канале, на шестом канале. Да, я вас представила, журналист-универсал. Да, как бы много было. Я все-таки считаю, что король журналистики – это репортаж. Потому что если нет репортажа, то не о чем говорить. Если нет прямого свидетеля событий, которым становится журналист, то опять же не о чем говорить. Можно говорить о том, что где-то что-то как-то произошло. А вот как произошло и что произошло? Мы же в журналистике, как и, собственно, в нашей жизни, отвечаем всегда на пять вопросов. Кто, что, где, когда и как. И вот здесь от талантливости журналиста, ведь он может оказаться в очень сложной ситуации, допустим, в ситуации военных действий. Здесь включается тот самый закон, который называется «Клятва Гиппократа». Не навреди. Мы можем рассказать в зоне межнационального конфликта о том, какие происходят кошмарные вещи. Какую мы вызовем реакцию? Я бы все-таки, Алексей Эдуардович, хотел повернуть в сторону вот законов медийных, о которых мы ничего не знаем, крымчане пока еще. Вы понимаете, на самом деле, законы медийные – это человеческие законы. И опять же, опираясь на вот тот самый главный, на мой взгляд, еще раз говорю, что это мой взгляд личный, не навреди. Да, мы обладаем свободой получения информации. Мы совершаем определенные поступки для того, чтобы получить эту информацию. Мы сталкиваемся с определенными бюрократическими структурами, которые по закону в средствах массовой информации обязаны предоставлять нам эту информацию. Но зачастую официальным структурам не всегда хочется предоставлять эту информацию в силу тех или иных обстоятельств. Здесь опять включаются те самые знания, умения и навыки, которые есть у любого профессионального журналиста по способу получения информации. Очень много лет крымские журналисты работали вне Российской Федерации, и совершенно они не знакомы с законами, опять же, которые там действуют. Каково это быть журналистом в России, в современной? Ну, это достаточно тяжелая, я вообще считаю, что это тяжелая профессия. И когда говорят женская она или мужская, здесь не нужно делить. Это просто, надо сказать, что это тяжелая и не всегда благодарная профессия. Но она высокооплачиваемая? Нет, что вы? Даже так? Нет. Понимаете, здесь существует много мифов про журналистику. Да, существует... Особенно про столичных... Да, существует определенная категория контрактных журналистов, звезд, с которыми подписывается контракт на определенную сумму. Как бы сумма, это, как правило, не разглашается. А в обычной, нормальной среде журналистика это не такая высокооплачиваемая профессия, как топ-менеджер какой-либо газодобывающей компании. Это принципиальная разница. Плюс ко всему прочему, здесь есть колоссальная ответственность. То есть, ты своей профессией, своей работой отвечаешь за каждое сказанное тобою слово, за каждый приведенный тобой в эфире или на страницах газеты и журнала факт. Вы знаете, обычно у нас в Крыму было так, что каждый из наших журналистов крымских, он верил в то, что он говорил. И он себе, в принципе, позволял очень многие вещи. Как у вас с этим дело обстоит? Ну, вы знаете, существует очень старая очень старая фраза. Она может кому-то показаться очень жесткой, но тем не менее. Не верь, не бойся, не проси. Любой факт требует проверки. К любой съемке, к любой газетной статье, к любому интервью нужно готовиться. Нужно понимать, в каких условиях существовало, произошло то или иное событие. Существовал тот или иной человек. Нужно знать про этого человека максимум. Я приведу вам пример работы одной журналистки. Не будем называть сейчас имена, я назову только имя человека, к которому она пришла. Она пришла к Константину Аркадьевичу Райкину, руководителю театра, и начала задавать ему вопросы. Константин, простите, пожалуйста, я не очень помню ваше отчество. А вы знаете, кто такой Аркадий Райкин? Ну да, я что-то слышал. До свидания. И вот вам, как бы, человек, пришедший просто так. Существует разная позиция. Либо я в кадре, либо события в кадре. Это как у Станиславского. Ищи театр в себе, ищи себя в театре. Я вижу, вам театр определенно нам помогает в профессии. Ну, театр, конечно, потому что это и законы драматургии, и законы режиссуры, и понятие предлагаемых обстоятельств, и попытка понять эти предлагаемые обстоятельства. Ну, и потом, очень многое в жизни каждого журналиста зависит от мастера курса, как и в жизни каждого актера или режиссера. То есть, какая передается история. Потом, есть, например, очень жесткая позиция, опять же, которой я придерживаюсь, да и не только я придерживаюсь, а все профессиональные журналисты, кроме «не навреди», ты не имеешь права солгать. Как только ты соврал, считай, что профессии больше для тебя не существует. Не нужно быть ортодоксом и упорно доказывать свою точку зрения. Во-первых, потому что журналист, работающий в кадре, не имеет права на свою точку зрения, а имеет право только на изложение, объективное изложение событий, объективное изложение фактов, объективное изложение бэкграунда, который повлиял на, то есть предыстории, которое повлияло на сегодняшние события. То есть, надо понимать, из чего сегодняшнее событие выросло. Это уже ближе к аналитике, к определенной, и понимать, что при определенном раскладе, к чему это событие может привести. Алексей Додорович, вот я вас, извините, слушаю, но мне кажется, что вы как, то ли я из космоса, то ли вы из космоса, современная российская журналистика, по крайней мере, вот интернет-журналистика, это и то, о чем вы говорите, это какие-то вещи, которые не пересекаются. Понимаете, здесь тогда нужно опять же говорить о профессии. Медийщики разделились на два лагеря, то есть есть либеральная журналистика, есть журналистика там антилиберальная или там пропагандистская и так далее. То есть все в ярлычках. Понимаете, ярлыки не имеют отношения к профессии. Работая на пяти войнах, работая в ситуации экстремальной, на землетрясениях, на террористических актах, работая в обычной абсолютно обстановке московской, на московских улицах, работая с вертолетов в прямом эфире, я никогда не позволял себе, лично я, никогда не позволял себе исказить факт. То есть, по большому счету, репортаж, зритель должен делать вывод, читатель должен делать вывод, я должен изложить факты. То, что сегодня происходит в интернет-журналистике, это... Ну, не только в интернет-журналистике. Не только в интернет-журналистике. Просто она самая показательная. Крайне сложный процесс. Понимаете, человек, который приходит в журналистику, мы очень много спорили, является ли, скажем так, базовым образованием образование журналиста, как вот, именно как журналиста, когда ты выходишь с дипломом, журналист широкого профиля. Но журналист широкого профиля это не профессия. Человек должен понимать, ради чего он пришел в эту профессию. Ради правды, ради помощи, ради точного изложения фактов. Что он знает, как он умеет работать со словом. Сегодняшняя интернет-журналистика, она, вы абсолютно правы, она очень поверхностная. К сожалению, очень много жанров ушло. Практически ушла публицистика, которая заставляла размышлять. Мы перекинулись в очень большом количестве именно в чисто эмоциональную окраску фактов. Но, если возвращаться к истоку профессии, мы не имеем права на эмоцию. Мы имеем право на факты и их изложения. Однако сейчас вы чрезвычайно эмоциональны. То есть вы хотите сказать, что можно не втягиваться, не становиться ни в один из лагерей в информационной войне, а просто заниматься своим делом? Конечно. То есть своим ремеслом? Конечно. Быть ремесленником? Да, быть ремесленником. Журналистика, это, ко всему прочему, еще и ремесло. Но, опять же, ремесло, которое базируется на знаниях. И если вы приехали на войну, где идет межконфессиональный конфликт, вы должны понимать, кто такие, допустим, возьмем суниты, кто такие шииты, кто такие зороастрийцы, кто такие копты. То есть, входя в тот или иной конфликт, вы должны перекопать огромное количество материала, чтобы не оказаться в дураках, чтобы людей не вывести на конфликт. Алексей Эдуардович, снова фраза из космоса, потому что современные журналисты, боюсь, что не все, не все так готовятся, не все так делают сюжеты, и фильмы как... Ну, тогда не надо говорить о профессии, тогда будем говорить о некоем эмоциональном восприятии окружающего мира, которое к профессии, на мой взгляд, не имеет отношения. Понимаете, ситуация какова? Я занимаюсь журналистикой 33 года. Так сложилось, что параллельно, учась в театральном училище, играя в театре, мне было безумно интересно, как работает телевидение, как работает радио. И буквально со второго курса театрального училища я пошел работать на радио. Была уникальная совершенно ситуация, но я благодарен абсолютно своим педагогам. Я благодарен абсолютно своим педагогам. Мне очень сильно повезло, потому что сценическую речь мне преподавала ученица Всеволода Эмильевича Мейрхольда. Режиссури меня учили ученики Михаила Ильича Ромма. То есть мне передавали школу. Мне действительно повезло. И меня учили очень аккуратно обращаться со словом и очень аккуратно обращаться с событиями. Не интерпретировать, а оценивать, как бы раскладывать эти события, что, зачем произошло. Выстраивать некую причинно-следственную связь. Так вот, когда у нас было 9 репертуарных театров в городе, из этих 9 репертуарных театров 4 человека работали на радио и один студент самолет. Еще раз говорю, мне повезло. Но я вошел в ту школу, которая не позволяла отклоняться от тех вещей, о которых мы с вами сегодня и говорим. Хорошо. За эти 33 года как менялась российская журналистика? Вы знаете, наверное... Вехи основные такие. Вы знаете, я начинал работать в гостелерадио. Я летовал свои тексты на мировой инских частей и месторасположения. Визировались. И только если это было в открытых источниках. Опять же, политическая журналистика в Советском Союзе ее практически не существовало. Была публицистика, пропаганда. Дальше мы столкнулись после распада Союза, после всех событий, мы столкнулись с удивительной совершенно вещью, когда политики прислушивались к мнению журналистов. Это было прекрасное время. Но вы понимаете, это воспитывало колоссальную ответственность. То есть, пройдя определенную советскую школу, очень жесткую, очень, ну скажем так, зацензурированную, очень точную в выборе слов. А ведь мы научились обходить цензуру словами. И здесь, как бы, вот то самое воспитание, про которое я говорил, оно очень сильно помогало. Умение работать словом, умение правильно выстроить слова в предложении, которые бы давали послевкусие. То есть, давали ту самую эмоциональную окраску. На самом деле, вы говорите, что я очень эмоционален. Я абсолютно не эмоционален. Я просто выстраиваю логику предложений, логику текстов таким образом, чтобы у вас осталось ощущение от этого текста. Не сам текст, а еще и то, что лежит за текстом. Так вот, пройдя эту жесткую, цензурированную журналистику и получив колоссальный опыт, а надо сказать, что действительно мы были самой читающей страной в мире и готовиться надо было к каждому выпуску. И надо было перелопачивать материалы, надо было работать с людьми и услышать их, и их тоже как-то отфильтровать. Это создавало определенный багаж. Мы вошли в ситуацию молодых политиков новой России, которые задавали вопросы. И зачастую они задавали вопросы опытным журналистам, которые прошли, что называется, и Крым, и Рым, и Огонь, и Воду, и Медные Трубы. И журналисты, которые пришли туда не для того, чтобы себя в кадре показать, а заниматься делом, помогать людям, то есть четвертая власть, в ее прямой, реализованной возможности. Как это пафосно бы не звучало, но это так. Но мы работали, и это помогало. И поэтому был медиаклуб своеобразный у Маши Слоним, куда приходили и Царство Небесное Борис Фимович Немцов, и приходил Григорий Явлинский, и приходил Гайдар, и приходили люди, которые выстраивали политику страны. Вот когда дальше это начало вдруг отдаляться друг от друга, возникло ощущение, что мы не все сделали. Мы не все сделали, мы не успели помочь тем, кому была реально нужна наша помощь. А второе поколение журналистика, которое уже приходило в 2000-е годы, они видели, что люди работают в кадре, они были пленены некими мифами о неких гонорарах, и они приходили в телевидение и на радио для того, чтобы получать большие деньги. Так не бывает. Деньги нужно не получать, деньги нужно зарабатывать, и зарабатывается это годами. Сначала ты годами работаешь на свое имя, а потом имя начинает тебе помогать в профессии. Итак, а что сегодня? Какая ситуация? Вы знаете, сегодня ситуация достаточно, на мой взгляд, достаточно сложная. Дело в том, что вот я на сегодняшнем этапе отказался участвовать в собеседованиях на факультете журналистики в Московском государственном университете имени Ломоносова. Многие годы я приходил на это самое собеседование, слушал мальчиков и девочек, которые хотят быть журналистами, и очень жестко отбирал, а в конце концов мне сказали, нельзя так жестко, ведь они еще не все знают в этой жизни. И я вдруг начал понимать, что да, действительно, глядя на своего младшего сына... Они не учились в театральном. Дело даже не в театральном университете, институте, училище, школе. Дело в том, что сегодняшняя подмена книжки быстрым получением результата, она затормозила процесс, на мой взгляд. Объясню. Ведь если раньше для того, чтобы найти или сделать доклад по истории, мне нужно было собрать себя в кучку, несмотря на мороз, снег, зной, солнце... Пойти в библиотеку? Пойти в библиотеку, найти книгу, прочитать, сделать закладки, выписать, то сегодня я давлю на кнопку, у меня выскакивает готовое решение. Я не прилагаю усилий для того, чтобы выйти на это готовое решение. Оно мне выдается моим планшетом, моим компьютером, как нечто окончательное, но окончательных решений не существует. И вот сегодняшнее поколение, оно слишком уповает на это. И когда мы раскладывали, писали курс экстремальной журналистики, у нас в одном из семестров есть такая тема blackout. Что вы будете делать? А мы столкнулись с этим. Что вы будете делать, если рядом с вами не будет интернета, у вас не будет света, электричество, сядет телефон, сядет ручкой бумага. Тогда все-таки нужно вспоминать, что мы не только умеем работать с клавиатурой, что шариковая ручка на морозе может замерзнуть. И возвращаемся к космической тематике. Американцы потратили огромное количество денег для того, чтобы придумать ручку, которая может писать в невесомости. Русские взяли лист бумаги и карандаш. Вы, конечно, Алексей Эдуардович, мегапрофессионал, но тем не менее, какие вы плюсы бы отметили в новых медиа и в новой журналистике. Может, вы просто ее не понимаете? Есть колоссальный плюс. Есть колоссальный плюс. Мгновенная возможность передачи информации из любой точки. Вы же сами мне признали, что в Фейсбуке новости быстрее получаете, чем в медиа. Дело в том, что мы сегодня формируем круг друзей в тех же самых социальных сетях, в том же информационном потоке. Информационный поток колоссален. Количество информации, которую мы получаем сегодня, в секунду времени, уже теперь не в минуту, уже в секунду, оно может выбить из колеи неподготовленного человека. Я смотрю, с каким ужасом смотрят старшее поколение, которому сегодня, условно говоря, 70. Приведу смешной пример. Я еду в Нижнем Новгороде, на своем планшете набираю письмо для французов, для Тулуза. Я должен поехать в командировку в Тулузу, на Airbus Industry. Я набираю письмо и тут же его отправляю. Рядом со мной сидит бабушка, приблизительно 70 лет, говорит, что вы делаете? Я говорю, письмо во Францию отправляю. Как? Вот этот маленький планшет, это мое окно в мир. Письмо во Францию, новости из Америки, новости из Австралии. Там сегодня утро, и только что проснулись мои друзья. Леша, ты знаешь, что у нас произошло? Обстанное. Я могу эту информацию передать своим друзьям, которые работают на телеканале России или на Москве 24. У них есть способ тут же связаться с той же самой Австралией и получить материал оттуда. Мир стал маленьким. Хорошо, что вы признаете плюсы новых медиа. Поговорим об отношениях регионов и центра. Крым – это для России очередной регион, и крымские журналисты – это региональщики? Знаете, невозможно делить. На ваш взгляд? На мой взгляд, невозможно делить. Это страна. И понимаете, когда я вот ехал и вспоминал, что «Белеет парус одинокий» – это русская книжка, это Катаев, «Севастопольские рассказы Станюковича» – это русская книжка, это Станюкович, истории, которые происходили во время Отечественной войны – это истории народа. Я не делю, лично я, если вы меня спрашиваете, для меня это страна. Да, по большому счету, для меня, с учетом уже того, что я на земном шаре, на всем земном шаре, не был в 30 странах всего-навсего, для меня весь мир – это одна огромная страна. Я не делю людей на цвет кожи, вероисповедание, конфессиональность. Тем не менее, я хотела просто комплимент крымской журналистике. Мы можем оставаться здесь такие себе обособленные или нам нужно, чтобы состояться, ехать тоже в Москву? Да зачем ехать в Москву? Какая разница? Москва, Свердловск, Севастополь. Не лукавьте. Нет, я не лукавлю. Если человек профессионал, он везде профессионал. Это не зависит ни от места пребывания, ни от времени суток. Человек занимается своей работой. И если он понимает, что рядом с ним что-то произошло, где бы это ни было. Приведу вам пример. Мы возвращаемся с женой и сыном из отпуска. В Лазаревском, едем в Сочи, садиться на самолет, в Лазаревском происходит захват заложников. Я говорю жене и сыну до свидания и остаюсь здесь. И начинаю работать с мобильного телефона, буквально выйдя из автобуса, который едет в аэропорт. Это было в середине, точнее, в начале 2000-х годов. Ребенок был еще маленький. Да, это где-то был 2000-2001, может быть, год. Вот я схожу со ступеньки автобусной, включаю мобильный телефон, начинаю работать. 24 часа в сутки готовность. Где я? Ко мне подключаются сочинские журналисты. Я подключаюсь к ним. Я прихожу в эту студию. Мы не делимся, регион не регион. Рядом с нами произошло несчастье. Нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы ситуацию привести в надлежащее положение. Не испугать, не обидеть, не обострить. Нас же смотрят и с той стороны. Отлично, что не делитесь. Поговорим о морально-нравственных качествах. Есть ли у вас какой-то внутренний личный кодекс? Есть. Профетики. Единожды солгавши, ты теряешь право на профессию. Лаконично. По всему поводу у меня не возникало никогда проблем ни во время ни одного конфликта участникам, как бы свидетелям, которых я был. Ни в Абхазии, ни в Осетии, ни в Чечне, ни в Афганистане. Нигде. И степень объективности, степень точности изложения фактов позволяла мне поехать и к Гульбиддину, Хекматиару, и как Матшах Масуду. И в Чечне тоже не было внутренних мучений. Вы знаете, есть одно внутреннее мучение. Я ненавижу войну. Я никому не пожелаю того опыта девятилетнего, который есть у меня. Ни другу, ни врагу. Потому что война это всегда убийство людей. А каждый убитый человек это нерожденные дети. Это ненаписанные книги. Это незделанные дела. Жизнь каждого человека бесценна. Сегодня очень много идет разговоров о том, если спасать, то кого? Ученого или бомжа? И ученого, и бомжа. Игры ума. Всех спасать. Всех спасать. Нужно спасать людей. И моя задача основная во всех конфликтах, в которых я был, спасти людей. Именно поэтому я так много работал с Министерством по чрезвычайной ситуации. Очень-очень пафосно и в то же время, опять же, очень эмоционально вы рассказываете. У меня, наверное, такой вопрос. Что будет востребовано? Какая журналистика? Журналистика будущего? Или ничего не поменяется? Во-первых, это мгновенная реакция на события. Во-вторых, это очень точно. Когда начиналась программа Вести, я из первого набора программы Вести, 91-92 год, в Вести я пришел фактически в 92-м, у нас были сюжеты минуты 15 секунд. И за минуту 15 секунд ты обязан был сложить ситуацию тебя окружающую в очень четкую картинку. Сегодня вернулось то самое практически клиповое время. Огромное количество сюжетов. А точнее, я бы сказал, что вот как работают, допустим, англичане Sky News в силу того, что три с половиной года мне довелось вместе с женой и сыном мотаться по Британии. Я очень много смотрел английских программ, в принципе, очень много работал с американцами, с англичанами, с французами. И как репортер, и как журналист, и как продюсер работал, с японцами работал. Так вот, чем, пожалуй, отличается сегодня Sky News? Тем, что это все время прямой эфир. Это все время мгновенная реакция. Консервы будут не нужны. Аналитические сюжеты, фильмы о том, что происходит. сервы? Нет, аналитика, аналитика, это аналитика. Они будут очень востребованы. Не только что, где, как и кто, но еще и почему, еще и зачем, но еще и ради чего, но еще и из-за чего вот эти аналитические сюжеты с абсолютно профессиональными людьми, которые тоже, каждый отвечает за свои слова, они будут очень востребованы. Авторская журналистика нужна? Да, авторская журналистика нужна. Авторская журналистика, она всегда присутствует. Ведь это вы рассказываете о том, что произошло. Но другое дело, насколько, опять же, вы честны и по отношению к тем людям, с которыми это произошло, а самое главное, по отношению к своему зрителю. Я еще раз повторю, что существует непреложный закон. Журналист на площадке не имеет права на собственное мнение. Он имеет право только на достоверное изложение фактов. К сожалению, мы зажаты в эти рамки. И вот в этих рамках степень нашей подготовленности и талантливости выявляется лучше всего. Я снова скажу, повторю, что вы, наверное, или я, или вы в космосе. Как вы оцениваете украинскую журналистику? Современную, если вы отслеживаете эти события? Вы знаете, я крайне сложно отношусь к тому потоку фейков, которые идут. А потом за 33 года я давно научился читать то, что лежит за словами. По всему поводу я очень сложно отношусь к тем фейкам, которые идут в интернет-журналистике и не только в интернет-журналистике. Придумывание историй не есть журналистика. Давайте будем писать сказки страшные про то, как все происходит в нашей жизни, пугать себя самих этими сказками. Как только мы начинаем писать сказки, мы перестаем заниматься делом. Как только мы перестаем заниматься делом, начинают гибнуть люди. Тем не менее, получается, в информационной войне и придумывание более эффективный способ, чем журналистика. Вы знаете, информационная война это очень сложное понятие. Я бы его в принципе исключил из позиции журналистики. Да что бы, а куда его? Потому что я вам скажу такую вещь, что журналист с точным изложением фактов и журналист, который никогда не лужет и, к сожалению, это знают и друзья, и враги, он способен очень многое изменить, появившись в кадре. Хорошо. Тогда вопрос, какой называется, какой вопрос, такой ответ. Пару примеров обратной связи, когда меняли ситуацию, когда помогали именно на 100% быстро, когда что-то меняли. Хорошо, я вам приведу совершенно конкретный, совершенно конкретный пример. 95-й год, Буденовск. Я оказался вместе с оператором Александром Ломакин и моим очень близким другом через 4 часа на месте после, так сказать, начала всех событий. Мы оказались в той самой больнице. Когда пришел главный врач больницы, плачущий 45-летний мужик и спросил, вести здесь, здесь, самолетов здесь, здесь, вас приглашает Шамиль Басаев. Я сказал, пожалуйста, я готов прийти к Шамилю Басаеву, но вот здесь вот 18 камер рядом со мной, пожалуйста, передайте господину Басаеву, что мы готовы прийти все вместе. И дальше была та самая ситуация, когда благодаря всем переговорам и тому, что 18 журналистов вместе со мной пошли в эти самые автобусы, мы вытащили из этой больницы больше 500 человек. Вот вам конкретный пример. Пример достойный, а из 2000-х? Из 2000-х, банальный совершенно пример. Приходит в редакцию, пришло письмо. Программа Вести Москва. Между этажами в одном из московских спальных районов живет завшивевший человек. И никто не может его выселить. И ничего с ним не могут сделать. Он собственник одной из квартир. Его и уговаривали, и что-то. Юридически никто с ним сделать ничего не может, потому что часть этого дома является его собственностью. Подключается журналистика. Я поехал на эту съемку. Оператор сказал, что я ближе 5 метров подойти не смогу. Мы начали с ним говорить. Оказалось, что это не бумаж Петя, а Петр Иванович, бывший инженер, наверное, водитель, которого выкинул из дома собственный сын, оставив его без документов и без всего. Один день разговоров. Мы с ним договорились, что он как бы себя сдвинет с этой мертвой точки. Прошла неделя, появляется опять письмо, что ничего не произошло. Мы рассказали про этого человека. Подняли, подняли, извините за вульгарное выражение, на уши всех бесплатных якобы психологов города Москвы, которые обязаны оказывать психологическую помощь вот таким вот людям. Через неделю я приехал туда опять и сказал, что мы же договорились. Через два часа у меня в машине сидел этот человек, которого я отвез в приют. Ему выправили документы. Выяснили ситуацию, каким образом его сын выгнал его из квартиры. привели в надлежащее состояние документы по пенсии, которую он обязан был получать, а он ее заработал. Разобрались в правом собственности на квартиру и сына отселили и разменяли эту квартиру и человек вернулся в человеческий облик. Обычная, бытовая, московская история. Бытовая, человеческая. Человеческая. Так, а журналистика это, если брать классический американский пример, мы очень часто говорим об американской журналистике, как о примере, приведем лайф-стори, человеческая жизненная история. И рассказывая о пожаре, мы рассказываем о человеческих историях, о школе, о человеческих историях, о врачах, о человеческих историях, об открытии, о человеческих историях. Я могу объяснить, к чему был мой вопрос. Очень многие кримские журналисты сегодня, скажем так, разочаровались в эффективности своей работы. Они просто, они говорят, мы пишем, а ничего не происходит. Мы снимаем сюжет, и ничего не происходит. В чем здесь ошибка? Может быть, в порядке слов в предложении? Мы еще раз, давайте возвращаться к профессии. Давайте. Ганалистика чрезвычайно сложная, тяжелая профессия. Я каждый день ложусь приблизительно в половине третьего, потому что я заканчивая работу, условно говоря, в 11-12 часов, в 2 часа читаю о том, что мне предстоит завтра делать. Я ищу материалы, я ищу аналогию. Давайте будем читать, писать, смотреть и понимать свою адресную аудиторию. Как сделать так, чтобы после сюжета ситуация изменилась? Вот какой совет. Я хочу, чтобы вы дали моим коллегам. Сделать хороший настоящий сюжет, где есть причина, события, следствие, четко прописанные участники и, самое главное, точно изложенные факты здесь, сейчас, сегодня. Чтобы было ощущение, что зритель стал сопричастен этому событию. Вот как это сделать? Это, опять же, вопрос к профессии и каждому конкретному журналистику. Вы говорите, журналисту, простите, вы говорите об авторской журналистике. Это и есть авторская журналистка. Это тема другой программы. Спасибо, Алексей Эдуардович. Мне кажется, сегодня был интересный разговор. Мы говорили о журналистике. У нас в гостях был Алексей Самолетов, тележурналист, сценарист, режиссер. Мы будем в формате смотреть фильм о Валентине Дерешковой «Россия. Крымский след в космосе». Тема. Это была программа формата 3 в студии. Была Юлия Вербицкая. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова